Ой-ой-ой-ой Кеп? Пошёл в жопу Да за вода вы мне, дай Дай-ка мне Вот тебе надо всё испортить, какое твое дело что это? Как ты там смотрел? Ох ни х**а себе Вот это окошко Кеп Я 15 лет в Москве живу А об этом окошке я никогда не знал Какая вообще? Кэп, да у тебя талант. Спасибо. Дашь погонять? Хэдшот. Далки. Музык. Мозголом. Кинокомпания не так новка. И Мозголом Продакшнс представляет. Кот в мешке. А может, гарантированный на гир. Или кому сегодня нужен Тайп 97. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Мартин, капитан очевидность. И отличненький анекдот, поделился которым Михаил Хаймзон, наш любимчик. Так сказать, лицо нашей игры. Анекдот такой. Иван Царевич. Идет по лицу. Видит лягушка, сидит, смотрит на него. Но он мимо проходит, а лягушка такая. Подожди, куда же ты идешь? Поцелуй меня, я стану прекрасной девушкой. И мы с тобой поженимся. Он такой. Дай попробую. Поцелуал лягушку. Лягушка в офигенную деваху превратилась. В общем, долго-долго они с Экосом занимались. Все. Устал Иван Царевич. Хорошо себя чувствует. Ну ладно, говорит, я пойду. Она, подожди, а как же свадьба? И такая стерва. Раз, на него сразу накинулась. Он с перепугу в лоб ей дал. Она упала. Дабл килл. Да. С подчином. Благодарю. Упала, короче, эта девица. И бац, лягушку снова превратилась. Иван Царевич так посмотрел с улыбкой. Взял ее. И положил в карман со словами. Надо же. Удобная хрень. Да. Удобная. Так что это сильно. Прямо скажем. Очень классно. Так. Сейчас подождем здесь. Играем мы. Рэмчик. Играю я с друзьями из клана. Играя с ProBro. Это мои товарищи, давно с ними знакомые. Прикольные такие. Коллектив у них хороший, дружный. Вот. И говорят, пойдем, поиграем. Рокутагин во всей красе. Стоял такой, в прицеле, ждал. Вышли, нагнули суток, как Бобика. Пошел в жопу. Хэп. Ну, не всегда же получается. Но я что-то задумался, заговорился. Вот. Мы иногда с ребятами играем. Вот. И они меня позвали такие. Пойдем, поиграем. Я говорю, пойдем. Вот. И я думаю, надо бы про Type видео снять. Почему? А все очень просто. Type вернулся в магазин. До 26 июня, если я не ошибаюсь. Да. И вот встает очень важный, так сказать, мирового масштаба вселенского вопрос. Рокутагин, а стоит ли тянуть Type? Я вам скажу так. Смотря, что вам нужно. Type сегодня проигрывает по такому, например, ТТХ, как вход в прицел на скорость хода. Той же М-ке, Беретти, Энфилду. То есть он не такой резвый, прямо скажем. По минималке все нормально. На больших дистанциях ваншот голову гарантирован с пламегасом. Это не вопрос. Здесь все нормально, как бы. Тут жаловаться не на что. Магазин стандартный, 30 патронов. Перезарядка. Ну, в принципе... Для Рокутагина, вот эти все тактические действия. Стояние в прицеле. Прокит, гранат. Вот честно. Откажись от этого всего. Просто бегай и сливайся, как мясо. Толку больше. Не хочу я, как ты, бегать и как мясо сливаться. Хотя ты больше по кустам как раз сидишь. Великий тактик. И у тебя что-то ничего не работает. Нормально. Иногда тайминг не просчитал, еще что-нибудь. Бывает, нагнуло. Да. Так вот. Тайп ничем особо не выделяется. Собственно говоря, в некоторых ТТХ даже проигрывает. Но у него есть одна фишка. Которой нету сейчас у других штурмовых винтовок. До донатки. Хэдшот, дедка. И у вас оунд. Вот это есть, как минимум. Есть у него фишка. Вот так, малыш. Да ладно, сколько у вас тут? Давай еще один. Ой, хорошо-то. Как пошло-то. Давайте еще. О, кстати, мы тоже против клана играем. Ну, у нас почти клан. Как бы скобка. И у них тоже самое, видать. Один не из клана, остальные из клана. Но. Суть в чем. Есть фишка у Тайпа. Которая сейчас... Ну, ее нету у других винтовок. И, наверное, уже не будет никогда. Это зажим. Тайп жмется все 30 патронов на изи. Отдача простая. Ручкой. О, другое дело. Разменялся. Слился. Красава. Пошел в жопу. Вот ты мог бы просто сказать, что я красиво разменялся. Правильно. Слился. Слился это ты. Вообще. Тебя в Warface не видно. Это ты слился у нас. Великий танкист. Да. Замочили нашего. Ничего, ничего, ничего. Во, во, во. Хеллицер затащит. Этот игрок играет почти столько же, сколько в Warface существует. Он затащит. Давай-ка. А ну-ка, братан. Сейчас он покажет. Смотри как. Смотри как магет. Вот он спец высочайшего класса. Во. Единственный человек на Чарли, который обыгрывал меня намного чаще, нежели я его. На мясорубках. Ну, когда была эра медиков. А сейчас он особо не играет на мясе. Но играл он просто монстр. Да. Ну, о чем мы? Мы о том, ребята, что. Есть люди, для которых вот эти все 5, 7, 10 пуль в голову им не хватает. Вот они любят зажимать. Понимаете? То есть, человеку неудобно играть с эмкой. С ее рандомом колбасит, начинает с беретой. Немножко удобнее. Но не то. Человек хочет просто жать, жать и жать. Вот даже просто вниз прицел, если опускать на тайпе. Хотя лучше вниз право, потом вниз слева и немножко ждать там. Ну, он уже сам стабилизируется. Даже просто вниз, отпуская прицел, на тайпе можно просто сжать все 30 патронов в небольшой область. Вот видите? То есть, никаких проблем. Тайп жмется. Это вроде бы, казалось бы, ну, это не ТТХ, как бы. Это такая особенность. Но эта особенность, это старая школа, скажем так. Старые штурмовые винтовки. И тайп единственный, по-настоящему, нагибной из них остался. Все. Других нету. ACR, отдачу изменили, рандом ввели. Всем изменили. Всем. Единственный, кто жмется и реально нагибает, это тайп. Ладно, Рапутагин. Подытожим. Что ты нам скажешь? Скажу следующее. Тайп ничем не выделяется среди штурмовых винтовок. В чем-то он хуже других. В чем-то такой же. Да, даже может послабее топового доната сейчас. Но у него есть фишка, которая нет у других лучших штурмовых винтовок в игре. Это полный зажим на все 30 патронов. Четко зажал и вот он долбит в одну область. И никаких проблем. Поэтому, друзья, если вам неудобно играть штурмовиком из-за рандома, и вы хотите просто жать, жать и жать, то тайп это, вне всяких сомнений, ваш выбор. И если это видео оказалось полезным, ритмичным, таким расслабляющим, хорошо мелодичным, ставьте лайки. Яйки чешите, аккуратно, нежно, чтобы как у мачо было. Ступайте в нашу армию, нагибайте всех. И хороших вам биноклей. Хорошо. Рокутагин задолбал, отдай ему бинокль.